Перспективные профессии будущего об этом и многом другом говорили на саммите Поволжья. Вот уже третий год подряд его проводит российская компания по поиску работы и персонала Хэндхантер. Всего мероприятие посетило около 200 участников. Именно им 15 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и города Поволжья рассказали о тенденциях, актуальных для рынка труда сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Это профессии, связанные с биотехнологиями, это профессии, связанные с инженерией во всех отраслях, будь то медицина, будь то промышленное или какое-то другое оборудование. Наиболее перспективными сотрудниками в нашем регионе являются специалисты по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике. А к 2023-2025 годам возрастет спрос на нейропсихологов, архитекторов виртуальной реальности. Некоторые специальности трансформируются и вовсе исчезнут. Например, продавцов-консультантов заменят роботы. И мы понимаем, что мы стоим на пороге новой эры, цифровой эры, искусственного интеллекта, развиваются новые дигитальные технологии цифровые, усиляется большое внимание здоровью персонала, чтобы сотрудники компании смогли намного дольше быть эффективными и результативными в своих компаниях. Это ежегодное мероприятие, которое позволяет встретиться со своими коллегами, обменяться опытом, новыми идеями. Всегда смотришь, как двигаются остальные компании, остальные коллеги наши, потому что информационное поле хоть и единое, но кто-то ушел в прорыв, кто-то, может быть, отстает. И вот для себя черпаешь информацию, в том числе новые идеи и вдохновение. А вот какими качествами нужно обладать, чтобы быть конкурентоспособным на современном рынке труда. Самое главное качество, что добиваться результатов, обязательно добиваться результатов. Я не беру базовые качества, такие, как высокий эмоциональный интеллект развитый, это умение коммуницировать с другими людьми, умение быть грамотным, встраиваться в новую систему менеджмента. Но самое главное качество, на мой взгляд, это умение добиться результата, не выходя за рамки корпоративной культуры. В последнее время все больше становится тех, кто предпочитает удаленную работу, и тех, кто готов работать за рубежом, руководствуясь в первую очередь нематериальной выгодой, а возможностью узнать что-то новое. На мировых рынках труда наиболее активно ищут сотрудников английские, немецкие, американские и китайские компании. Российские же компании, как ни странно, чаще всего ищут сотрудников в тех же странах. Все потому, что отечественные предприятия хотят выходить на зарубежные рынки. Субтитры создавал DimaTorzok